Я думал, просто колонну беру на плечо, я же дрова сам колол. Иду, смотрю, где дрова лежат, и подходил, и спрашиваю, надо вам поколоть дрова. Если не надо, человек располагается, я ему колю дрова. И тут же молюсь, и начинаем благовествовать, говорить о Боге. То есть, и Господь так делал, что располагал в сердца людей. И вот когда я искренне этого желал всегда, Господь всегда мне это давал. Всегда давал, по моей молитве. Если ты лукавишь, говоришь одно Богу, а в душе как бы не хочешь этого. Ну, как бы, знаешь, что надо бы просить у Бога это, чтобы на добрые дела это благостояние было. А сам внутренний хочешь, и Господь, конечно, тебе это не даст. Потому что он-то в сердце видится. Бога-то не обманешься, может, человека обманешься. Ну, в общем, от плотского надо избавляться. Конечно, избавляться, конечно. Каким образом это Господь тебе покажет? Что именно плотской ты имеешь в виду? Что еда, многоспаньон, ленос. Нет, в духовном плане. Нет, надо разобрать, что именно, какая лень-то. В чем она заключается, вот это вот, плотской это? Я тебе рассказал о моем падении, в чем у меня заключался. То есть, тянулся буду. Ну, плотской, ну, расслабился. Ничего неохота делать. Вот это лень называется. То есть, бороться и просить Бога лени. Для этого что надо? Какой-то каждый день себе придумать труд. Сейчас ты болеешь, ты даже дрова просто поколол. Ну, конечно, в первую очередь, это молитва. Заставляй себя молиться. То есть, вставай вот так перед иконами. Можешь даже взять книгу Псалтырь. Вот у тебя же есть эта книга Псалтырь-то? Библия у тебя есть вообще где-то? Ну, Библия есть. Есть, да? Покажи мне, пожалуйста, ее. Я тебе один случай, брат, расскажу. Я пришел один раз к одной женщине. Она неверующая сама. Но зашел, а у нее иконы стоят. Такие вот иконы в нужном углу. А я пришел, у нее муж умер от пьянки. Могилу копать я пришел. Да я в руки не брал давно, я не делал. Вот я о чем и говорю. Вот я к ней точно так зашел. Она говорит, у меня все хорошо. У меня свечений заходил, иконки у меня на месте. Эра, Библия есть? Есть, Библия. Там, говорит, на полочке лежит. Я говорю, принесите, пожалуйста, ее. Она пошла, ходила, ходила, приходит обратно. А где-то нет, говорит, где-то Библию у меня. Вот у вас тоже самое состояние, брат Василий. То есть, раз вы Библию не читали, вы не знаете, где она у вас находится. И она это. Точно? А, это открытым оком. Нет, это не открытым оком. Нет, открытым оком, да. Да, 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 открытым оком. Именно полная Библия была, да? Или на завет просто? Полная. Полная? Где-то в шкафу в каком-то лежит. Это-то ты с улицы, да? Нет, это у тебя на улице. Нет, с улицы, да. Смотри, я не знаю, может где-то сытки. Она какая была, толстая же, да? Нет. Видишь, вот как. Слово Божие, вот я сейчас, я почему, как говорится, вот это Слово Божие, оно я же тоже духовно ослабил, но я молюсь об этом, Господь мне по молитве дает. То есть молиться надо. В первую очередь это молитва про Христу. Тут же на горожанке упало. Тут нету шкафу, нигде в них уже? Да нет. Надо найти. Слово Божие читать. Особенно у тебя вот это богатство стоит, трехтомник. Вот это читать с толкованием надо. Это на многое гладя будет проясняться. То есть пообуждать себе, а потом коронавр будет появляться в чтении Слово Божие, в молитве. Вот это я на помойке нашел. Ничего себе. Это где? Ну, где работал. Значит, кто-то давал, да, из наших, видимо? Не, на помойке нашел. А я говорю, это же... Выбросили вот это вот. Я про что, я говорю, это же Игнатьевич, книги-то издательства, это его. Значит, кто-то дал им, а они выбросили. А вы не давали никому? Нет? Давал в подарок. Трехтомник, да? Ну, такой. А, такой. Вот, смотри. Вот, Тераха, 39-я глава. Можешь почитать первых тихо? Ты же, у тебя время позволяет почитать. Лето хочет маленький. Ну, берег, все. Вот, попробуй. Пока убери я, вот, варенье. Почти же, Тераха. Накорми у меня. Вот, слава, господи. Да, толхой. Вот сегодня тепло, а то, когда я с братом приехал, замерзли у тебя-то. Ну, конечно, ты в холоде сидишь, тебе и читать неохота, не молиться, ничего, потому что одно желание, лишь бы только, как говорится, не замерзли. Одни мысли. Но, когда тепло, ты можешь и стремиться, и почитать книгу, и все, и руки не мерзнут уже. Вот, надо тоже от себя немножко переламывать в этом отношении. Ради духовного. Водской не поглощал, а теперь духовное. Вот сейчас ты понимаешь, да, чем очень полезно жить с кем-то с братом вместе или с сестрой. Ну, лучше с братом, конечно. С сестру, и там, потянет не туда, куда надо. Почему мы вот на братце... Да у меня уже не потянет. Ну, это понятно. Ну, все равно сатана искушить-то может. Вот. Я почему вот с Игнательностью, братья и другие, потому что мы, ишь, мы друг друга поддерживаем через это. А одному человеку, вот, да, вот, два человек ни ночи один, духовно падает. А так поддержка всегда нужна. Вот чтоб... Я еще один совет тебе какой могу дать. Хочешь, чтоб у тебя здесь, как говорится, ты говоришь, одиночка приезжать, а то, одиночка-то ладно. Но если ты хочешь, чтоб у тебя, как говорится, духовное возрастание было, и поддержка, вот эти молиции, святые здесь у тебя были, общение. У нас с братьями, ты приглашай к себе в гости кого-нибудь. Хотя бы пригласи, пускай там приедет, не приедет, главное твое желание. То есть, чтоб у тебя брат или сестра с тобой пообщались, посидели хотя бы днем приедет. А так один-один-один, он, конечно, тебя погружает. Да у меня есть такой беспорядок. А чё беспорядок? Вот. У нас чё, значит, всё лучше, чтоли? У тебя нормально ещё, у тебя по стране, я ещё видел, всё хуже бывает даже. Притом, это у женщины, я видел, ещё хуже, не то, что у тебя. Ну, ещё. Ну, вот так, слава Христу. Чё, может, на улице нафер-кейки ведёт? Ну, наверное, не знаю. Ну, поищешь потом. Так, где же этот... Я забыл про это время-то. Очень холодно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Он сказал 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 DimaTorzok Может даже, говорит, меня Господь накажет за это. Такие слова он слух произнес. То есть он осознает, что он неправильно делает. Ну, пьяный, раз пьяный человек, под действием сатаны же. Все, ну, это уехали они. Через несколько дней я узнаю такое. Узнала об этом соседка наша, там, женщина одна молодая жила. Она узнала об этом случае, я ей ничего не говорил, через моего дядьку узнал, как дядька еще живет. И она поехала и там нажаловалась каким-то крутым парням в районном городе. Те его уже знали, они его вызвали. Там, видимо, побили его. Он сам такой качок крепкий. Ну, более здоровый, еще здоровый найдется. Вот, и сказали, еще раз будешь себе могилу копать сам. Так здоровым тебя там еще раз не тронешь этого человека. То есть я этих людей не знаю. Я не знаю, что соседка за меня заступилась. То есть я потом о дядке узнал, он сам рассказывал это. Все, и после этого он ко мне не приставал. Видно, что как бы нос воротил от меня так здоровался, но уже ко мне не будет. А так, Господь, а я, когда это случилось, они уехали, я зашел домой, у меня образ Христа был, я встал на колени и помолился за их обращение. А почему я так помолюсь? Ну что, вот смотри. Римлянам, послание к римлянам от апостола Павла. Сейчас открою. Римлянам. Девенадцатая глава, девятнадцатый стих. Вот, брат. Пройди, пожалуйста, прочитай его сам. Вот, девятнадцатый стих. Римлянам, двенадцатая глава. Вот она тут, двенадцатая. Вот, девятнадцатый стих. Вот отсюда. Не. Не мстите за тебя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано, мне в тюрьшенье я воздам, говорит Господь. И так, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо делая сию, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побежда зло добром. Все. То есть, а я вот это вспомнил. Двенадцатая глава. Вот она, римлянам. Вот она, двенадцатая глава начинается. Девятнадцатая стих. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано, мне омчение, я воздам, говорит Господь. То есть, я это предал в руки Божии. А написано, что лучше, как говорится, получить здесь наказание лучше от человека, чем от Бога, потому что Господь-то может и смертью лишить тебя жизни вообще. Господь за меня защитился. То есть, я не стал его ни проклинать, потому что у нас же заповедь нельзя проклинать. То есть, молиться за обижающих, гонящих Господь. В Евангелии от Матфея, пятой главе об этом говорит, на горной проповеди. То есть, я стал, помолился за него. Обидно, конечно, было в душе, да, что деньги забрал, там, вот это, остатки. Но я подумал, Господи, ты мне дашь еще заработать. Так и было. Господь мне потом дал работу, я еще заработал. То есть, в этом, здесь меня Господь испытал. Такое, хоть небольшое испытание, но было. То есть, как я себя поведу? Что бы я сделал? Я бы мог, конечно, пойти потом в милицию заявление написать, на мне, что они так сделали. Но я это отдал на волю Божию. То есть, Господи, сам, вразуми этого человека, обрати его к себе. То есть, Господь его наказал. Пришел он, придет он к вере, не вере, я не знаю, но я помолился. То есть, для Бога главное, с нашей стороны, наше исполнение заповедей Божьей. Не то, что человек ему указан, вот человек этот не исполняет, а я что? Ты будешь отвечать сам за себя, Господь же сам знаешь. Господь говорит, сам за себя даст отчет. Каждый человек сам за себя даст отчет. То есть, тогда на суде Божьем мы не сошлемся. Там, Петя виноват, Ваня виноват, вот он мне не дал там доброе дело. А вот он мне соблазн подал, что я это тоже, говорит, такой же стал, говорит, ну, как доброе дело не делал. Но это ты уже никакой. Почему? У тебя было Слово Божие, у тебя были заповеди Божьи, ты бы их читал, ты бы их знал. А как вот Ян Златос такие слова говорит, если ты не читаешь Библию, ты не знаешь заповеди Божьи. Я в своем пересказе, как говорится. Если ты не знаешь заповеди Божьи, то что ты знаешь, что их делать? Нарушаешь. А нарушая, ты погибаешь. И все от того, что ты не читаешь Библию. Понимаешь? Почему наше духовное падение то еще случается? Из-за того, что грех плюс противление Слову Божьему, бывает, нас брат или сестра, кто-то наставляет, ты должен прислушаться. Если она тебя правильно наставляет, ты должен прислушаться, Господи, прости меня. Да, она же правильно говорит. Здесь надо смириться, то есть попросить прощения перед Богом, перед человеком, если кого обидел, чем. И дальше идти следует за Господом. А если мы обличение противимся, если обличение противимся, Господь нас за это наказывает. За то, что мы противимся обличению. Он же не является нам во сне. Ух ты такой, такой сикот, говорится, нарушим мой запах. Он через человека-то подходит. Царь Давид согрешил. Помнишь этот случай? В Ветхом Завете описывается. Он согрешил, когда он взял себе жену-то, одиннадцатую. У него было десять жен. А он урею, у своего правого руки, говорится, вояки его, который даже внук его спал, чтобы его охранять от других людей. Он позарился на Версавию, то есть на его жену. Все. Считаю. Завел в ложе, переспал с ней. Потом его послал на такой участок, войны, где его сразу убили. Смертный греха совершил. Убийство и крыльевое деяние. И вот он сидит на своем троне и приходит к нему пророк Нафан. И что он говорит ему? Он ему рассказывает в виде притчи. Он узнает, что если прямо скажут, царь Давид может запереться. А тут он начал в виде притчи говорить, что вот у бедняка одна овечка. А тот человек был богатый, у него было много век. Но вот он захотел, как говорится, я так, своими словами уже. Что захотел поесть одним словом мясо, а своих овец не стал трогать. Взял, у этого бедняка единственную овечку забрал и себе использовал. Ну как там, друзей угостил. И царь Давид сразу вскипел. Смерть ему. Он сразу такой, смерть этому человеку за то, что он бедняка обидел в последнюю овечку. А вратах Нафан поворачивал, говорит, это ты, говорит, ты, говорит, Господь тебе дал, тебя жены есть, все тебе дал. Зачем ты, говорит, на это? У своего, говорит, подчиненный, позарился, забрал жену, единственную жену, любимую. Вот тогда царь Давид вот этот 50-й псалом написал, помимо меня Божьего, поверь к этому милому. Видишь, как? Вот он оставил пример. Если ты упал даже духовно, чем-то ты грешил, через покаяние восстанавливайся. То есть молись, в первую очередь, о том, что Господь дал тебе слез покаяния. Вот что еще. О чем молиться, например? Молиться о слезной молитве, то есть, чтобы Господь оказался трудное покаяние. Осознание греха. Осознание греха. Вот это, своей беспечности, духовного падения, потому что здесь никто не виноват. Я виноват. Это я тебе рассказал о своем падении. Виноват был только я. Почему я обратно вернулся? Потому что другие, когда уходили из общины, они винили кого-то либо. Там виноват Дебенов, там виноват Игнатчимов, там виноват Сестра, там кто-то вообще все виноваты, а я вот хороший. А я винил, в первую очередь, в самого себя. Я понимал, что я, если бы, кажется, духовно не ослабел к Богу, по отношению к Богу и Нему, к Любови к Нему, со мной бы этого падения не совершилось бы. И ко мне бы люди относились по-другому. Почему я? Потому что сердце человека в руке Господа. Он ожесточает, он не смиряет сердце человека. То есть фараон, почему он ожесточился? Написано, что Господь ожесточил сердце его. Но ожесточил-то опять же не просто так. Почему? Потому что фараон же был к этому близок. Он был к этим каменным сердцем. А Господь еще больше озвачил, чтобы показать свое величие. Смотря и чудеса, через которые Он сотворил через Моисея. Через Рома. Когда в Слово Божие вникаешь, читаешь, приходит осознание греха, приходит покаяние, молитва, радость от того, что ты покаялся перед Богом. у нас установлено. Богом в церкви установлено исповедь. То есть, ты даже встал на колени, покаялся дома, один на один с Богом поговорил, прослезился, но ты должен сходить на исповедь, исповедовать там грехи, перед лицом Господним при свидетелях священника. То есть, Бог так установил. Здесь бекословно. То есть, апостол Павел говорит, у нас нет такого обыча в церкви, не спорить. То есть, Бог установил такой определенный порядок. Он дал апостолам власть прощать грехи. Апостолы передали епископам, епископы передали другим. Это до нашего времени дошло. Ко священникам дана власть прощать наши грехи. Без них, океан Злоков говорит, без этих священных рук не спастись. Почему? Потому что у тебя не будет прощения грехов. Все сектанты, у которых нет церкви, у них нет прощения грехов. Они думают, что вот они встали, покаялись, Господь их простил. Это обман. Почему? Бог установил определенный порядок. Бог установил зиму, она будет, написано, до конца времен будет зима. Лето, весна, осень. Все. Никуда не денешься. Хоть сейчас тут топи, хоть сколько дров, она все равно будет зимой идти. А я хочу. А вот Господь так установил. Все. Терпи, заготавливай дрова, топи и не ропщи. А благодари Бога за это. Вот так вот. Ташкент загнал. Ташкент, ну да. Да, тут стал, ну и что, у тебя все-таки так потепло, сетопишь. Сразу жарко становится. Вот так вот, брат, я молился об этом, и Господь положил на сердце сегодня приехать к тебе. Почему? Потому что Он видит твое сердце. Ты нуждаешься в этом. А благодать, Господь покидает человека. Почему? Человек упирается, не хочет исправляться, Господь его покидает. Вот это бояться Бога. Вот в этом есть страх Божий. Начало мудрости, страх Господь. Бояться Бога, огорчить, прогневать его своими вот это бездействием, своим холодностью, тепло-хладностью. Почему? В Откровении написано, Господь говорит, если бы ты был теплым, если бы ты был холоден или горяч, но так как ты теплый, и сторону тебя из уст моих. То есть вверзит в огонь вечный, неугасимый. То есть ты заболеешь, или умрешь, или что-то. Я больше всего боялся, что ты здесь замерзнешь, говорится. Что-то с тобой случится, заболеешь сильно, ляжешь в постель, а затопить не сможешь, встать, и все, и тут помрешь, замерзнешь в этом холодильнике. Это все от того, что ты один. Понимаешь? Один. А за это ты еще будешь перед Богом отвечать. Ты мог кого-то пригласить сюда, что телефон бы купил, сейчас деньги-то есть. Сказать бы, брат, приедь, помоги, я заболел. Я-то тоже не знаю, что с тобой случилось, ехать, не ехать. Может, ты обиделся на кого-то, скажешь, нужны у меня все, я сам по себе буду жить. Мы же в общине, ты нас, члены нашей общины в Возвиженской, ты должен это понимать тоже. Мы же насильные, но тоже человека не можно твою волю нарушать. Просто ты сам, если не хочешь этого. Сказать я тебе могу, а если не хочешь, я тебе ничего не могу сделать. Значит, наоборот, без борьбы нет победы? Борьбы нет. Борьба это вся. Борьбы нет победы? Нет. Это всю жизнь борьба. Вся жизнь борьба. Мы на этом нарождены именно. Я тебе говорил, труд и болезнь. В Клое Боже написано, труд и болезнь. Цель доверни, труд и болезнь. Тут ничего не сделаешь. Как труд в физическом, в телесном плане, то есть, трудиться на земле, так и в духовном. Постоянно нужен труд. Нет желания, ты должен встать на молитву. Например, для чего существует правило? Утреннее, вечернее. Для того, чтобы тебя побудить постоянство. Чтобы ты привык к молитве. А без молитвы человек погибает. Он охладевает, погибает духовно. Духовно умираешь. Не то, что ты лисна. Духовно ты умираешь. Для Бога. Если Господь отошел, все, ты погибнешь. Вот этот страх Божий, вот этот, меня удержал от дальнейшего падения. Почему я стал молиться? Я понимаю, что я погибаю. Все. Как вот Петр, когда пошел по воде, помнишь этот случай? Когда Господь пошел по воде, Петр и я, он говорит, иди. Он пошел, потом испугался и начал тонуть. И говорит, Господи, помоги мне. Он говорит, эх ты маловер. Ну я так своими словами, что зачем ты усомнился? Спасибо, Христос, брат Василий, тебя. За тепло, за прием, конечно. Чаем напоил тут. Поедем с тобой. Время 2 минуты четвертого. Сейчас посмотрю по расписанию. Тут расписание себе выписал. Поскольку эти автобусы тут ходят. Потому что мне допоздна тоже надо вернуться домой. До темноты, веная. 15.40 следующий автобус. 16.40 сейчас время уже у нас четвертый час. Сейчас у нас четвертый час. Христос. Холливуя. Субтитры подогнал TG. Холливуя. Продолжение следует... Продолжение следует...